Друзья, всем привет! Здравствуйте! Давайте ответим на вопросы, которые нам задавали вот последнее время, под последними нашими роликами. Какие там вопросы самые распространенные были? Ну, один из первых вопросов. Скоро сезон, и многие новички, такие же, как и мы, интересуются одним моментом, который, может быть, мы сможем чуть-чуть раскрыть. Но снова же, это только с позиции того, что мы пока помним, что этот вопрос для нас, новичков, достаточно важный. Какой кросс выбрать? Значит, какие мы с вами знаем кроссы? Кобы, росы, это все известные кроссы бройлера, и уже их есть несколько модификаций. Коб 500, Коб 700, это, видимо, Арбор Райкросс, но это снова тоже, но это не точно. Да, но это так ходит там, что Коб 700 якобы есть, а есть он на самом деле или нет, неизвестно. Башкирский, да? Да, вроде как это башкирский Арбор Райкросс. Какой кросс вам выбрать? Да любой берите. Еще оговоримся такой момент, что есть российские кроссы, которые, может быть, незаслуженно нами не использовались, никогда не выращивались, потому что они, ну, по описанию своему, много кроссов есть. Очень, очень хорошие. И, в принципе, больше, наверное, подходит и по климатической зоне нашей. Они вырастают там при очень низких температурах, ну, хорошие температурные режимы у них, подходящие для нас, более экономичные точки зрения, выращивания бройлера. Мы об этом не скажем вам, не расскажем, потому что наша информация, она тоже очень поверхностная. Просто знайте, что они существуют. Если рядом с вами есть какой-то производитель российского кросса, это не значит, что его нельзя рассматривать, что это что-то плохое. Это может быть очень хорошо. У нас рядом тоже есть производитель российского кросса, но мы звонили, да, узнавали, там яйцо у них 19 рублей стоит, но останавливает те же самые комментарии у нас под видео, да, где люди рассказывают, что купили российского, он либо не рос, либо какую-то болячку привезли. Много таких писали. Ну, вы знаете, есть люди, которые купили импортный кросс, как им сказали, и тоже с болячками со всеми словами. Ну, вот как им сказали здесь ключевое слово, потому что вот все-таки, все-таки мы так вот предполагаем, может быть, несправедливо, что в Европе ветконтроль гораздо качественнее, чем у нас. Я думаю, что так. Вот, и поэтому мы как бы не, мы не рискуем брать российское яйцо, хотя было бы нам интересно взять. Мы в прошлом году даже хотели уже практически, но в последний момент отказались от этой идеи. Если у вас есть опыт выращивания, пожалуйста, черканите нам комментарии об этом. Какой кросс вы выращивали, может быть, российский, и вам понравился, там не понравился, есть какой-то отзыв. Ну, арбрайк, если бы, напишут. Но у нас его достать очень сложно в нашем регионе. Ну, да. Вот. Мы не заметили разницы между выращиванием кобов и россов европейских. У нас было болгария... Подожди, я пообмечу, что арбрайк, это, скорее всего, импортный кросс селекции, да? Наверное, у нас просто в Башкирии родительское стадо живет какого-то там поколения. Есть еще один момент. Существуют кроссы, которые при первом и даже втором поколении дают, помнишь, хорошее потомство. Ну, росы, допустим. Да, они лучше, чем кобы. Кобы так не наследуют, допустим, признаки, как росы. Да, потому что росов, допустим, продают родительское стадо на выставках, мы видели. И они, в принципе, ничем не отличаются от простых росов. То есть, может быть, там другой механизм какой-то воспроизводствования. Кроссы тоже бывают разные. Насколько я читала, они бывают разнолинейные, там, четырех линий, трех линий, двух линий. Чем меньше линий, тем более вероятность воспроизведения себе подобных. Кстати, вот отличия говорят, да, что у одних грудка больше, у других ножки больше, да. Вы знаете, вот, положи рядом, мы не отличим. Мы вот таких вот разительных прям отличий выращивания не заметили. Единственное, вот, у росов, может быть, нрав более такой шебутной. Но опять-таки, это особенность, может быть, партии, да. Вы знаете, различия между партиями, даже взять одного того же Коба 500-го, больше, чем между росом, вот зачастую, и Кобом, да. Разность в свете мы не заметили, в перосъемке все равно. Размер груди, как выясняется, я вот недавно вычитал, что больше зависит от корма, допустим, если правильный корм с оптимальным содержанием протеина и аминокислот, то у птицы растет интенсивно грудь. Допустим, вот. Ну, короче, там все важно. Микроклимат, свет даже важен. Это стереотип, что у птицы должен быть постоянно включен свет, он неправильный на самом-то деле, как выясняется. Когда у нас в комментариях, знаете, споры, кто желтый, кто не желтый, кто крупная грудь, у кого ноги больше, ребята, настолько относительно. У нас были партии Кобов, у которых вообще малюсенькая грудь, и вообще Киль, помнишь, торчал. А была партия, которая такая грудь, что только грудь вообще, в принципе, только есть. Да, и вот сейчас уже мы понимаем, что в том варианте зависело все от корма. Да, и от яйца тоже зависит, от какого семьи яйца. Кстати, вот яйцо, смотрите, предыдущая была поставка яйца, значит, трагическое стадо 35 недель, яйцо было мелкое, ну, прям конкретно мелкое, необычно мелкое для Кобовского яйца. Оно хорошее яйцо, нормального размера, но для Коба мелковато. Последняя поставка, значит, то же самое, 35 недель написан возраст стада, яйцо нормальное, крупное, прям даже вот, выше среднего по крупности, я бы сказал. Тоже, видите, как, вроде бы один производитель, а разные яйца, и в каждой партии есть отличия по самой структуре, вот, курицы, грубо говоря. Раз курицу заговорили мелкое, имейте в виду, это не значит, что оно плохого вывода, или плохая курица будет после этого. Мелкое яйцо существует даже лучше. Лучше выводится. Больше процентов вывода. Не понимаю я тоже, как это может быть связано, но я делала такой эксперимент, когда от меня даже видео было, и в один кубатор помельче яйца складывала, в другой побольше, и где большие, вывод был хуже. Вот. Мы будем привозить себе яйцо, и если кто-то здесь вот в округе нас обитает, то звоните, пишите, пишите на почту, и, может быть, вас заинтересует это, и у нас будет яичка вам на продажу. В описании к каждому видео есть наш почтовый ящик. Вы можете написать нам, если вы находитесь по дороге из Москвы в Александров, мы однозначно можем вам посодействовать в приобретении яйца. Так как мы сами выводим это яйцо, вы увидите, какой вывод у нас в любом случае, так или иначе. Поэтому, как бы, все достаточно прозрачно, в общем, получается в этой схеме. Пишите, если вы заинтересованы, попробуем поработать вместе. Следующее, это чем кормить, да, мы хотим? Этот вопрос у нас занимает целый плейлист. С нуля, вот, чтобы поднять птицу, мы не будем там дальше все это рассказывать. Ну, углубляешься. Схему, мы уже сто раз о ней говорили, да. Что кормить, мы считаем целесообразно хотя бы до 25 дней комбикормом. Стартовым, ростовым, там, как уже по схеме производителя, смотрите, выкормить там на крупке кукурузу, яичко и так далее. Птица, да, не погибнет, но вы не сможете ей задать старт от того, который задаст сбалансированный корм, пускай и с лекарственными препаратами, но это в раннем возрасте, они не так страшны, как бы, да, как в конце партии предзабойной. Вот, ну, в общем-то, смотрите сами, но я говорю, что если вы будете народными методами, да, дедушкиными, там кукурузка, яичко опять-таки, то, скорее всего, у вас вес наберется, да, там какой-то приличный, но к 3-м там месяцам, может быть, ну, в общем, долго. Есть разные схемы выращивания бройера, и мы не будем расстраивать тех приверженцев старого метода, вот этого, птенцов выкармливать всеми вот этими подручными, что называется, средствами, как хотите, как хотите, в принципе, ваш выбор, но лучше цыпленка вы не получите, чем того, который вы вскормите на стартовом комбикорме, хорошем, качественном, мы имеем ввиду, не просроченным, не тот, который подмели из полок, а хороший комбикорм, стартовый, он вас выручит в этом направлении, особенно, если вы забудете птицу в первый раз, не пытайтесь вот это вот, придумывать самим себе проблему, в стартовом возрасте у цыпленка вырабатывается достаточно много вот собственного гормона роста, то есть он как раз задается цыпленку от природы, смотрите, маленький цыпленок 50 грамм, он буквально через сколько, ну даже не меньше, чем через неделю, он в два раза прибавляет вес, птица, которая весит 2 килограмма, через неделю она не будет весить 4, понимаете, ты говоришь, ты говоришь про свой собственный саматотропин, конечно, про свой собственный гормон, какой есть у детей, какой есть у нас с вами, у нас то же самое, ребенок маленький грудной рождается, у него самый большой уровень гормона роста в крови, и по истечении всего жизни он угасает, даже не по истечении жизни, а по истечении, наверное, первых скольких-то 30 лет, условно, там и больше не растет, но мы все равно, он используется также при зараживании ран и так далее, и все подобное, это тоже, это регенерация вот этих клеток деления у нас есть, но самая ударная, самая ударная выработка гормона этого, по-моему, в гипофизе, да, он вырабатывается, вот, он вырабатывается именно у молодого организма, у рожденного, только рожденного, в утробе матери и у плода самый большой процент, на самом деле, там деление идет, безусловно, гораздо выше, кстати, у ребенка можно параллель провести по выкармливанию детей, ну да, существуют, знаете, старые дедушкины, бабушкины методы, когда детей, если у матери нет грудного молока, там, вскармливали коровьем, там, разведенным, еще каким-то, чем-то, черте чем, ребенок-то выживает, все нормально, ну, как бы он остается жив, но сейчас существует, но это не черте чем, почему ты говоришь, может быть он здоровее будет, чем современные вот эти все смеси, не будет, Сашенька, потому что в современной смеси учитывается очень много всяких, миллиард факторов, и сейчас детские современные смеси, они подобие молока, с учетом, что сырье, там применяется правильно, Сашечка, там такое, сколько денег стоит, потому что там, знаешь, да кто его знает сейчас, неизвестно, но есть больше вероятности того, что у ребенка будет достаточно витаминов и всего остального, если будут использованы современные какие-то вещи, хотя мы снова же оговариваемся, что приверженцем старого вот этого выкармливания цыплят не значит, что вы должны сейчас нас душить, истерически, почему нет, возможно, наверное, просто это будет, наверное, и дороже, и с меньшим эффектом, и все, лучше цыпленка от этого вы не получите, так, это по поводу, про кормки цыплят, корм, вообще, у нас есть плейлист, где мы рассматриваем, ну, очень много кормов разных, поэтому, посмотрите, внизу, в описании больших видео, есть тайм-коды, вы можете на конкретный тайм-код нажать, согласно комбикорму, который вас интересует, и послушать конкретно про этот комбикорм, мы специально так сделали, чтобы вам не слушать часовые наши вот эти вот умозаключения по поводу комбикормов, давайте, ладно, раз мы быстро еще раз повторим, да, программа кормления, ты показывала в себе стоимость, она там подробно описана, да, это, это старт, это потом рост до 25-го дня, с 25-го дня переходим на ПК-6-1, где уже без лекарственных препаратов, производителей корм, которые не используют лекарственные препараты в шестерках, 6-1, 6-2, вот, и последняя неделя у нас идет зерносмесь, это пшеница и кукуруза, я что-то изменю в этом, в схеме зерновых именно, может быть, добавлю там ячменя немного, или овса, посмотрю, но принципиальная здесь вещь, прошу вас услышать, что там нет ни премиксов, ни БМВД, ни мисокоски, а мисокоски у нас, да, скажи, а мисокоски у нас практически уже сверстанный есть материал, но мы его просто-напросто боимся упускать, ну, потому что это, потому что вы опять скажете, что мы, блин, загоняем вас в угол своей информации, и ничего сделать с этим нельзя, по мисокоски вот так скажем кратко, есть надежда, что крупные производители комбикорма используют качественную мисокоску, проверяют всякие там санитарные бумаги, да, какое сырье использовалось для производства мисокоски, лабораторию имеют, лабораторию, да, может быть, если покупать мисокоску в развес, вот так на рынке, я бы поостерегся, видя, ну, как бы так скажем, интересуюсь этой темой, и видя то сырье, из которого ее производят, частные подворья чуть ли не, Блин, тут, знаете, я бы, наверное, все-таки хотя бы последнюю недельку подержал бы без мисокоски, но это экономически невыгодно, мы с вами об этом говорили, все, ладно, закончили про корм, давай дальше, условия содержания, то, что интересует новичков очень сильно, и нас интересовало всегда, и мы ломали голову, и пробовали миллион вариантов, и напольно, и в клетках, и миллион два всего, нет, три варианта, на улице в клетке, напольно, да, напольно, и уже в птичнике, в нормальном клетке, да, и даже у нас было напольно парни, помнишь, как партия, в котором мы с цыпляток, прямо начиная напольно, помнишь, в рассаднике, а, да, вообще, и потом они в теплицу переехали тоже, только напольно, то есть у них ножки вообще, сетки не бители, а вот, и скажу вам так, что, блин, были причины, почему мы выбрали клетку, только клетку, одно из последних видео про помет, это особенно, все эти причины есть на канале, вы можете их увидеть, да, ну, на канале уж все, что будет, нужно увидеть, кстати говоря, вот, а, экономия клетка, давайте вкратце то, что я записала, давай озвучу, клетка, это экономия места, понятно, да, в три этажа вы, хотя не факт, да, напольно тоже можно площадь так подрассчитать, но нет, все равно она, конечно, чистота птицы, сама птица сама по себе, на каках их не лежит, она чище, из этого следуют многие наши умы заключения, но они чисто частного характера, правильно, не будем их особо акцентировать, но мы говорили о нем, это был опыт, что на напольном содержании, если вы не можете обеспечить прям идеальную чистоту подстилки, то у вас от тушки будет пахнуть какашками, да, но возможно вы можете обеспечить эту чистоту подстилки, если у вас бесплатные опилки, где-нибудь там в Сибири выращивайте эту птицу, и вот только забери, то да, у нас нет, у нас камаз опилок 6 тысяч стоит, мясо нежнее, меньше птиц ходит по клетке, ее перемещение ограничено, поэтому она не вырабатывает такую мышечную мышечную мышечку, мясо нежнее, мясо нежнее, да, все, снижается вероятность заболеваний, как ни спорьте, уже это установлено, в общем, клеточное содержание снижает вероятность заболеваний, в частности мы имеем в виду бактериальные, вот, вирусных нет, деньги на клетку нужны, это из минусов, потому что это оборудование, стоит оно дорого, и клетку надо мыть, нет, на производство клетки нужно меньше деньги, но все равно нужны, конечно, нужно, и клетку надо мыть, мы чистить, таскать, ее надо как-то, не знаю, может люди приспосабливаются к металлическому клетке, обжигать щетку, постараемся побыстрее сейчас записать вот ролик по клеткам после года эксплуатации, я скажу, чтобы я сделал там сейчас по-другому, что просто вопросы тоже такие сейчас возникают, люди клетки делают, постараемся побыстрее, это все, это самое, чтобы вам учесть, там буквально три каких-то момента основных, и все, ну, дальше. Напольное содержание у нас подразумевает, какой плюс, у нас нет уборки ежедневной, у нас там подсыпание какое-то, но вот это с токахами бегать каждый день, ребят, я видела видео, когда человек очень хвалит напольное содержание, и аптечку показывает недельную, двухнедельную, напольное содержание двухнедельной птицы это фигня, это не проблема вообще, потому что птичка гадит мало, весит мало, она еще успевает там ковыряться, все это взмешивать, вспенивать, скучивать, и все, и сама все хорошо. Когда у вас птица три килограмма, и она кушает 200 грамм в день, а гадит, значит, она 600 грамм в день, вот-вот тут вы и побегаете. Чего-чего, сколько? 600, два раза больше пьет, и все это вместе должно выходить. И ест 100 грамм, ну, больше, больше к трем килограммам, когда птица подходит, большая уже. Где же у нас 600 срет, ты что-то говоришь? А во сколько посчитать? Сколько она ест, 200 грамм? 2400 она срет максимум. Почему? В два раза, почему? Потому что воды в два раза больше. Воды в два раза больше еды. Нет, по-моему, а, в два с половиной, по-моему, там она живет. Ну, короче, 400 и 500, но 600 многовато, мне кажется, А ты считаешь, что в 500 будет легче? Нет, не легче, но... Полкило дерьма в день. Я за точно, ладно, дальше. Значит, уборка ежедневная снимается, вероятность некрозоткани появляется. Вот здесь снова у меня к вам вопрос. Вы специалисты, во многом круче нас, миразда, поэтому хочу вас спросить. Читала я старые книжки умные, и, короче, некрозоткани от того, что птица пережимает свои мышцы, достаточно большие уже в движении, когда движения у птиц очень много, и возникает некрозоткани зеленая, вот эта вот мякоть мясная, когда разреждаешь, или кровавые такие для начала подтеки тоже, это некрозоткани как раз. И вот он возникает из-за излишнего движения птицы в суставных местах, в суставах, в ногах и в груди. Грудная мышца очень большая, и она сама себя перетягивает рядом с килем. У нас одна единственная курс за всю практику была, где я видела, что есть некрозоткани, помнишь? Да. Мы разрезали, и она была зеленая внутри. Это как раз партия была, которая была выращена на напольную подстилку. Но снова есть такой вариант, что мы продаем птицу, мы же ее каждую не режем, с виду никак не узнаешь. Ничего страшного, как бы в этом нет, но клиент, поверьте, отвалится, если он увидит такое вот при покупке. Быстрее, Лен, долго. Ваше мнение, существует это или нет, и если существует, у вас есть такая проблема с некрозом ткани, напишите, пожалуйста, какого вида содержания у вас используется, клеточное или напольное. Я думаю, что это будет всего интересно. Так, жестче мясо, понятно, да, она больше ходит, жестче мясо. Подстилка нужна, сама по себе нужна подстилка. Ее нужно купить, где-то взять и так далее. Складирование помета. Если мы чистый помет складируем в большие достаточно кучи, то подстилку с пометом, это будет еще на объем подстилки, что называется, у вас куча больше. Складирование помета нужно где-то организовать. Физически сложнее убрать. Вы убираете тут каждый день поддоны, и то набегаетесь, а так вы реально даже несколько дней навывозите это все делаю, если у вас такое же поголовье, как плетки. Там надо подсыпать, самый оптимальный вариант, до конца тура, а потом уже все это выгребать, чистить и заново засыпать. Но если у вас какие-то проблемы с птицей, типа поносой, тогда все это жопа, извиняюсь за выражение. Ну, там помереть можно, выгребая все это. Ладно, дальше. И тушки могут иметь запах. Могут не иметь, но если вы все делаете правильно, и не жалеете себя, а могут и иметь, вот так скажем. В клетке такого не бывает. Кажется мне, что клетчное содержание проще. Еще вот перед последним, забой у тебя здесь стоит. Ну, дальше уже. Еще вспомнил я вопрос, тоже задавали, какой инкубатор вы бы выбрали. Да. Смотрите, хвалят Ола сейчас, в последнее время. Он такой же, как Блиц, мы так понимаем, но более, так скажем, серьезный. Но я смотрел, он стоит там, в районе 14 тысяч сейчас, по-моему. А так мы его для себя, для новичков, рекомендовали бы Блиц, наверное, да? Все рекомендуют Блиц, Блиц тоже, да. Да, как он там, нормы уже сейчас нет, по-моему, Блиц Лук. А вот этот новый Блиц, еще тоже классный. Какой-то еще там, да, Блиц, с двумя лотками. Как он, парка, что ли, называется, но он дороже. А вот так, из дешевых вариантов, за сколько мы покупали, в районе 7 тысяч, там, 6 800, 7 200, это Блиц норма на 72, а если вам не надо 72, есть на 48, как бы. В группе петицеводства сейчас висит вообще 5 500 Блиц. Да? Да, ну, сейчас, типа, скидки, все, на свете можно купить и дешевле. И все так загадывают. Мы делали свою инкубацию ровно потому, что написано в инструкции к инкубатору. Да. Вот к нему надо приспособиться. Он пережаривает обычно. Вот сейчас у нас такая схема. 38 градусов, 3 дня прогрев, и поворот я даже, бывает, выключаю, значит, потом включаю на третий день поворот. 37,8 до конца недели, потом 37,5 неделя, последняя неделя 37,3, и на выводе 37. Вот так, не заморачиваясь уже. То есть, 37,3 на 19 день, наверное, да, когда выключаем поворот? Да, процент вывода там 87,90, вот так вот сейчас. Тут вопрос даже... Но нужно, у вас, возможно, будет по-другому работать, поэтому лучше опытным путем самим понимать, повесить датчик вовнутрь там, да, на яйцо. Мы даже градусник просто обычный клалер, на яйцо там, да, в разные области, я вот так вот. И понял вот так вот оптимальный вариант, что для нас вот такой, для наших инкубаторов. Хотя они у нас, у нас их три, и каждый из них все равно работает по-разному. Но я вот усредненное нашел значение для наших инкубаторов, и также вы можете для своих найти. Надо учесть еще, что мы это инкубируем не только в обычных лотках, у нас еще наставка. Наставка, это, да, это другая песня. Это приспосабливаться надо особенно. Возможно, что вам ничего менять не надо, по заводскому вот инкубируйте, как мы, в принципе, без наставок, по заводскому инкубировали, и все было нормально. А вот как только добавляется яйцо... Я настаиваю, что первую партию надо проинкубировать по инструкции. Потом вы сами приспособляетесь. Первую делаете по инструкции. И не бойтесь, когда вы кладете термометр, вспомнишь, в инкубатор, у вас на термометре будет чуть не 39, черт и с чем. Когда вы пустой, его включаете, помнишь, и мы испугались, мы даже производителю инкубара писали, звонили, потом общались с ним. А, у вас температура там зажарит яйца. Все нормально будет, не переживайте, потому что яйцо поначалу забирает на себе эту температуру. Вентилятор этот с нагревателем не может никак ее выровнять в первые там часы даже работы. Пускай он у вас пару-тройку часов поторобанит, заложили яички, все получится. Блицы, я не слышала, чтобы пережигали сразу яйца вот так вот насмерть и таких случаев. Но это значит брак конкретного аппарата. А по большому счету делайте все по инструкции. Потом вы сами себе вырулите эту историю, как это мне нужно и лично для вашего пользования. Так, это про забой. У нас есть про забой хорошее видео, неплохое, но больше количества людей нравится, чем не нравится. Посмотрите, что-то мы делаем так же, как в этом видео. Что-то изменилось, наверное, да? Изменилось, что-то, да. Об этом может потом. Не забывайте, что особенности сезонности существуют, когда вы забываете в холодное время года, в жаркое время года. Тут немножечко есть различия. Зимой тучка, которую вы оставили в конусе, она быстрее, как сказать-то... Остывает быстрее. Остывает им. Слово тут это. Дубеет. Ну, научное. Надо, короче, об этом думать, что называется. Еще какие вопросы? Коченеет, вот. По поводу того, сколько мы тратим на бройлеры и сколько у нас получается. Смотрите, от 100 рублей выручки вы будете иметь... Я вам очень грубо. Не грубо, я уже показывала. 50 рублей прибыли. 100 рублей выручки вы будете иметь 50 рублей прибыли. То есть, если по деревенски, по колхозному, то есть, это получается 100% вложили, да? 100%... Конец, как говорят. Да. Один конец. Меньше конца можно вернуть себе. Вот. Но чтобы это была какая-то сумма приемлемая, вам нужно много выращивать. А много выращивать вам нужен сбыт. Все в сбыт упирается. И не только. Вам нужно оборудование? Оборудование, клетки там, брудера, помещения, все. Кстати говоря, вот нас спрашивали под видео о себестоимости, почему мы не считали основные фонды, не раскидывали амортизацию, основные средства и так далее, да? Потому что не имеет смысла это все. Да. Мы уже говорили в ролике, что вот это покупка образа жизни. Вот эти вложения, они пришли извне, из нашей старой жизни, когда у нас позволяли средства все это вот вложиться, построиться. Если с нуля и рассчитывать на то, что вы их отобьете когда-то, очень мутная здесь тема, очень маловероятно, тем более, если вы это будете делать в кредит. Я вас просто подружески советую. Вот как говорит Герман Стерлигов, к банкам можно подходить только с целью вооруженного ограбления. Вот по такому принципу и мы живем. Никаких кредитов. Если вы не можете заработать на начало бизнеса, где-то у дяди там, будучи специалистом, у дяди тоже можно заработать. Если вы хороший специалист, вам будут платить. Не можете заработать у дяди какие-то средства на начало своего бизнеса, я считаю, что вообще нет смысла начинать. Нет? Это опасно. Да, опасно. Так скажем. Вот. И мы слышим... О, последний человек, тут один из наших зрителей написал нам, что он начинал год назад чуть ли не там просто с Сараюги какие-то 30 кур, а сейчас у него там несколько сотен и у него все хорошо и чудесно. Он хочет кредит взять и хочет это сделать. Да, да, да. Но, еще раз, таких предприимчивых и успешных и удачливых людей их, к сожалению, мало. Даже если мы вот возьмем за аксиомы то, что мы абсолютно четко, точно верим человеку, да, что он рассказывает, то мало людей, которые способны это прокрутить очень быстро и грамотно и все получится. Очень аккуратно к этому. 10 раз посчитайте. Я вот так считаю, что лучше, лучше как это... Вырастить хотя бы 10. Лучше не иметь, чем потерять. Вот понимаете, о чем я говорю? Да. Потому что потом... что потом мы так это печально смотрим на жизнь и боимся обжечься? А может, люди вон в отчаянно кидаются в омут с головой и все хорошо? Не знаю, мы со своей позиции говорим. Вот, значит, что еще? Вот поэтому мы эти основные средства и не считаем. А как их посчитать? Мои основные средства стоят полмиллиона. Ваши сколько? Как я их могу посчитать? Когда вы их будете... Когда вы их отобили? Что мне их? Амортизация помещения, здания, сооружения? Считать амортизацию, если не посчитана стоимость их постройки. Клетки. Сколько прослужит клетка? Клетка из дерева прослужит сколько? А сколько у вас стоит дерево? Ну, как я могу это посчитать? Условно, это вы сами у себя в голове. А может, вам не нужна клетка? Вы знаете, сколько мне человек написало, что у нас нет транспортных расходов? Да, блин, я в начале видео сказала, что это индивидуально наши затраты. Наши. Ребят, вы сами можете свои затраты подставить, которые хотите. Я же вам просто схему просчета показала, как вариант. Все затраты, они очень индивидуальны. Поэтому я показывала в основном способ подсчета. Ни в коем случае не сами цифры. Но примерно такой расклад и будет в общем по суммам. Вы как бы и больше вряд ли сможете заработать. Но меньше бывает, меньше, ребят. Бывает, вы помните, у нас партия была? Помнишь, парганцовка трава 0? Так мы вообще ничего с этой партии не знаем. Ну, тысяч 5 может быть. И то, 5 ли было, я не помню. 5-5 было. То есть, со всей партии мы вывели просто в ноль потери. Поэтому смотрите, в общем, большинство вопросов, которые у вас могут возникать, мы на канале на своем уже осветили. В общем, если вы полазите по плейлистам, посмотрите, что мы уже сняли. Вполне вероятно, что какую-то информацию полезную вы для себя найдете в более подробном формате. Мы хотим, да, сделать ролик про поиск. Давайте скажем, может быть, так будет понятно тоже. Смотрите, у нас уже, в принципе, много информации на канале накопилось. И вы, пожалуйста, перед тем, как спрашивать, посмотрите, поищите, наверняка найдете. Заходите на главную страницу канала Годуновский бройлер. Там есть лупа с правой стороны. Значок лупы. Вот. Нажимаете туда, вбиваете, что вам интересно, допустим. Вы не знаете, как клетки мы делали. Взбиваете клетки. Клетка. Клетка, клетки, неважно. Брудер, брудер там. Нажимаете Enter. которая рядом там с этой лупой находится. А Enter обязательно. Работает поиск на канале только через Enter. Нажимаете на Enter и вам выпадают все видео, которые связаны с клетками, грубо говоря. Интересует вас, я не знаю, что там, кормление, комбикорм, да? Также забиваете в поисковые строчки, нажимаете Enter и у вас вылезает все видео, связанные с комбикормом. Не забывайте, что существуют плейлисты. Правильно нам Олечка написала, да, девушка? У нас черти что, конечно, там бывает чехарда, вы простите, мы может быть не успеваем или не попадает видео в нужный лист. Бывает забываем их куда-то направить в какой-то плейлист. Это неорганизованность наша. У нас не хватает времени, поймите правильно. У всех не хватает времени. Вот, но плейлисты, тем не менее, мы стараемся, чтобы они более-менее хотя бы отражали ситуацию. Поэтому посматривайте. Есть плейлист про инкубацию, есть плейлист про рабочее оборудование, там вы можете посмотреть все, про постройки, про все там. Колхозили сами или покупали где-то что-то, как это работает, обзор перосъемной машины, там все максимально подробно. Курятники, какие курятники вы строили, какие проблемы в них были, сколько мы зря сделали, а что сделали не зря. Посмотрите, если вас это интересует, там все есть. Просто болтология, как типа сегодняшнего видео, тоже существует. Вот. И все. На этом все. Да. Всем пока.